Я предлагаю вам сделать так. У нас вот есть дегустационные наборы, вот стоят, наших сортов, которые мы производим. Вы можете взять для пробования, и я вам расскажу краткий курс, как делается пиво. Вот. Как у нас оно делается. Вот. Тогда пойдемте сюда. Тут надо начинать отсюда уже. То есть у вас 4 сорта, да? Да. Тёмное, вишнёвое, пшеничное и светлый лагер. Обычный. Тёмное, вишнёвое, светлое, пшеничное. Да. 4. Да. Подождите, вишнёвое. Оно у вас в меню одно единственное? Да. Да. А что такое? Ну, я пила его в прошлый раз. Оно производит чёткое впечатление, что оно просто с сиропом. Обычное пиво, в которое вылили столбку с сиропом вишнёвого. Не совсем. Не совсем так. Нету, только две. С парского пища. В целом, конечно, можно получить схожий эффект, если просто взять сироп, да, вишнёвый и залить его на пиво. Но мы используем вишню. Мы используем сахарный сироп. Нет, это понятно. Но кривом то, да, мы используем вишню. Потому что у нас при производстве несколько стадий, где используются вишни, либо вишнёвый сироп. Сусло. А потом бы держат. А золото это что? Это мочёный ячмень? Нет. Ну, а золото это подработанный ячмень. То есть сначала с полей собирают зерно ячмень, а потом его отрёживают, там, очищают, и потом его начинают проращивать. Ну, как обычные. Обычные. То соль уже имеет некую сладкость. Это пообщается путём частичного проращивания. Вот. И он хрупкий становится. Его можно раздробить. Достаточно легко. Вот на пиво варьи на предприятии уже поступает готовый подработанный ячмень соль. В процессе этого крахмал, который содержится в зерне, он расщепляется до простившихся коров, которые сладкие на вкус. Вот. Значит, после процесса, этот процесс называется затирание, удерживание солода с водой, он проходит вот в этой ёмкости. При этом происходит постоянно его перемешивание, да, автоматически. Вот. После этого затор, эту массу оставляет в покое. Нерастворённая часть солода, она падает вниз. И сусло, проходя потом через этот слой, очищается и перекачивается в вторую ёмкость. Так мы получаем сусло первое. Но оно очень концентрированное. Чтобы разбавить до нужной концентрации сухих веществ, это вот, если вы на бутылке видели, всегда пишется, начать экстрактивность лечального суса, мазина с 12, вот этот вот параметр, он выдерживается на, например, на стадии производства сухих веществ костей, они все одинаковые, вот. И в эту же ёмкость мы добавляем дрожжи. Дрожжи специально. Это идёт процесс брожения. На самом деле он схож с тем, что мы раньше делали в деревне, когда браком мы едем. Вот, то же самое. Мы добавляем дрожжи, дрожжи потребляют сахара и выделяют спирт и углекислый газ. Происходит здесь то же самое. Помимо выделения углекислого газа, ещё выделяются различные вещества, которые придают потом ароматику пиву. Вот. Так вот, основной процесс брожения идёт 5-10 дней. После этого мы получаем зелёное пиво. Оно мутное, оно достаточно борькое. Вкус и аромат очень не сбалансированы. Чтобы это пиво зелёное превратилось в настоящее пиво, его выдерживают ещё не менее 2-х недель при низкой температуре. Температура варьируется от 4 до минус 1 градуса. В зависимости от солнца. Вот. Я не успел. И дальше мы получаем вот этот готовый продукт. Вот. Вот весь процесс брожения. Теперь мы можем попробовать пиво, попробовать золо, вкус и понюхать вещество. И я готов выслушать ваши вопросы и ответить на них. Ладно. То есть аромат, у них пиво играют? Пиво придаёт горечь и аромат пиву. А если бы хмели, то будет просто не очень хорошо. Да. И плюс ещё хмелевые масла, которые содержатся в хмели, они обладают антисептическим свойством. То есть они защищают пиво от скисания. Вот. Разница между тёмным и светлым и ароматом. Используются различные салата. То есть и есть кроме светлого салата, и есть ещё карамельные жёные салата. Вот. Они придают характерный карамельный вкус, либо кофейный вкус жареных корок хлеба. Вот. Сажай, сажай. Это кадр. Прости, пожалуйста, протяни руки, а ты его сагаешь, да? А я не помню, как я сажал. Вот. Смотри. Забри. Просто сам кадр. Четыре руки сагающие бегемота. Это больше. А можно потом в один кадр обвызоваться? Мне вернуть руки на место? Нет, всё нормально. Я уже снял, да? Смотри. Два бегемота и четырёх. Ну скажи, всё, что ты думаешь. А вот здесь, соответственно, карпион сначала сухло порядка двенадцати, да? И порядка четырёх. 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 Четыре и семь, где-то спирт. Спирт, ага. То есть по факту, как его германского бренда? Светы лагеря. Если быть точным, то это Мюни-Хелес. Вот я думал, что да. Это минус, то есть карпион это поваривание. Ну, прототип. Не сказать, что это полная копия. Я всё время не такой без. Вон я даже не помню. Я не знаю, потому что вода в разных регионах разная. Так, а вот вариант, начальник, да. Вопрос очень важный. Смотрите, вот когда голландцы у нас в восемнадцатом веке составили пивовархи, они говорили, что Питер не так хорошо лезли. Что Питер, на самом деле, вода очень хорошая для пива. Да. А если пиво с сиропом, то же пила, то еще. Но если мы будем варять каверийск, то можно пить в воде, то пить разный. Да. На самом деле, есть определенный факт. В Германии пиво любят более горькое. А у нас, наоборот, более пиво. Но, на самом деле, пиво можно варить. Если как бы вот то, что вчера вы закинули, то что-то ко мне относилось. Вот, и на сколько-то так прошло, да, садили, дальше все еще. Ну, а я сейчас и спросила. А я имею в виду, что именно пивоварка в вашем объявлении в состоянии сколько одновременно, да, делать, вот так вот. То есть здесь 10 тазиков, получается, что-то не так. Да, с кемкостей, да. Жженный солод придает. Жженный солод, да. Это вариант против муфируса, да? Не совсем, это больше шварцбир в Германии. Гиннес, на самом деле, Гиннес имел бы более сливочный вкус и более сухой. Вот, нежели это более плотный такой. То есть жженный вкус, еще с жжем носа уже. Да. Да, сейчас, сейчас. А можно еще раз, для тех, кто не услышал, если это уже упоминалось, вот все сорта пива, которые, вот сколько сортов в вашем пивоварке варят? Четыре, да? Четыре, да, вот, то есть вот те, что здесь представляют. То есть светлое, темное, пшеничное, жжневое. Все, да? А как-то расширять ассортимент, там, еще чего-то, как бы? Ну, у нас просто объемы пока не позволяют расширить. Нет, ну, наверняка, одни сарты пользуются большим способом, другие меньшим способом. Светлое больше всего продается, как обычно. На самом деле. Есть люди, которые пшеничные, что я наплываю. Нет, я, например, темное больше люблю, но у вас больше квадратный свет. Вот, как бы, я не знаю, кому предъявляют претензии или кому объявляют в гостях? На самом деле, особенность микро-пивоваренья локального заключается в том, что, вот в этом все заключается, что люди ходят по разным средствам, и в этом будет акцент сортов пива. Но, что, вот, грешен от того, что у нас только в силу, куда-то не сто тысячи, живет в городе, а пять миллионов, Это позволяет иметь большое разнообразие, потому что мы не единственные, как же знаете, да, Пивоварин на самом деле очень много людей. Не, я понимаю, но с другой стороны, как бы, вот я как местный житель, да, я понимаю, что Пивоварин в городе дофига, я житель этого района, я знаю все пивные заведения этого района, скажем так, и как бы, естественно, появляются более любимые и менее любимые. Например, я, допустим, есть любимое заведение, я туда проживаю. Мне, естественно, при этом интересует, чем ваше заведение меня может привлечь с точки зрения того, чтобы я хотела именно ваше заведение. Вот идет выделять кислый газ и дрожжи выделяют еще, ну, их называют побосин продукты брожения. Это различные... Брага. Ну да. Слушай, это брага, не пересказ. Это эфиры, это высшие спирты, это дикий торм. Это дикий торм. Да. Это... Я, кстати, подвижусь, попущу, а не кого пропускать, понятно, да? Вон. Это правда, это хорошо. Почему здесь не делал? Я здесь, да? Води в долю. Да, я победил в води в долю. Вопрос про воду и влияние нашей питерской местной воды на качество, на вкус пива. Потому что опытом проб и ошибок и многочисленных дегустаций, в общем, я, например, про себя могу сказать даже, что я на вкус могу определить. Ну, раньше могла. Допустим, когда завод Балтика прикупил вену мощности, которая на Парфоровской, я с одного лотка могла определить, это сварено на Парфоровской или сварено на Парнасе. Потому что они по вкусу были реально разные, хотя сварено из одного сырья по одной рецептуре и т.д. и т.п. То есть разная просто вода. И наше, опять же, вот местное питерское пиво, даже если оно по лицензионному какому-то рецепту сделано, да, оно, в общем, достаточно сильно отличается от оригинала, который сварен в стране производителя. Вот, вы как-то с этим сильно ли сталкиваетесь? Я понимаю, что у вас свои, свое пиво, свои сорта, и, в общем, вы этим не лимитировали. Но, с другой стороны, вот что-то с этим у вас бывает? Конечно, у нас вода подрабатывается. Ну, как бы для всего пива есть стандатизированные химические параметры. То есть, как бы говоря, если мы варим английские сорта пива, то у нас пиво должно быть соответствовать северным странам. А там высокое содержание сульфатов в воде. А как добавляется дополнительным? Идет подработка. У нас есть специальные фильтры, установка фильтрационной воды. Здесь она, по сути, выполняет только очистку воды от загрязнений, которые собираются по пути к нам, потребителям. Сам состав химической воды, внецкой воды, он очень схож, на самом деле, с пельтинской водой в Чехии. У нас очень низкое содержание сульфатов и солей жесткости. В Чехии там тоже очень мягкая вода, как говорят. Жесткая и мягкая. У нас очень мягкая и у них очень мягкая. Но у них еще мягче. У нас есть один минус в нашей генской воде. Это то, что, как мы знаем, Питер у нас на болоте построен. У нас очень много органических загрязнений. Это связано с почвами нашими, да, как-то тропяные почвы, да. За счет этого как бы есть органические загрязнения. Мы, конечно же, не только наши пиларки, но и другие пиларки. Все стараемся удалить все это дело. Но абсолютно, именно абсолютно получить скреченную воду от погрязнений, конечно, невозможно. Какой-то процент может остается. У, безусловно, в разных районах города вода сама по себе. Она имеет немного разный состав, химический состав. Да, даже если собрать север и юг города. Безусловно, и на севере, и на юге воду пытаются подвести к тому содержанию химическому, по химическому составу. Для того пива, которое нужно делать. То есть, если мы варим обычные чешские, немецкие сорта пива, то вода должна быть достаточно мягкой. Если мы варим английские сорта, либо американские горькие сорта, то вода должна быть сульфатной. Но карбонатная желткость должна быть средняя, а с сульфатом будет достаточно большое количество. Есть различные методы подработки воды. Они, скажем так, никак не отражаются на том, что мы производим на пиве. В том плане, что добавить соль в воду, это не какой-то криминал. А добавляем обычную соль. Если вот, например, сульфат брать, то, как правило, идет производитель гипсования, вот здесь. Такой процесс называется. Это просто добавление сульфата, кальция и все. Не более. Вот, это обычная соль. Обычная химическая соль. Вот. Но вот здесь мы не добавляем еще. Потому что мы не стараемся делать какой-то там именно клона какого-то сорта. Но, по сути, по составу, по вкусу, наше пиво больше всего относится к немецкому стилю, нежно ческому. Вот. Ческский, он намного более ароматный пиво. И в древескюрнат. Ну да. Вот. Мы не то, что мы не стараемся к этому. У нас идет вот такой соль пиво. Нашим гостям нравится это пиво. Уже вот второй год. Второй год, да. И делаем одинаковое пиво за второй год. Поэтому, поэтому вот. Скажите, пожалуйста, вы когда свой ассортимент разрабатывали, вот сколько времени прошло от того, как вы начали, ну, может быть, там, экспериментировать, да? То есть вы наверняка как-то что-то пробовали, там, как-то старались, получили вкус, там, что-то делали. До того момента, как вы решили, что вот вот все, готовый продукт, ну, это варим, пускай, производство. Ну, буквально, мы как бы начали, пивоварня начала производить пиво до открытия где-то за два месяца ресторана. То есть мы сделали наработку, мы попробовали, сделали корректировку. Ресторан открылся, начали люди приходить, и мы еще сделали небольшие корректировки, да, по потребностям, да, потому что мы не знали, упадет ли здесь какой-то такой пиво для гостей, для людей, которые здесь живут, вот. Они нам сказали, что нам, то им нужно, мы сделали для них, то, что им нужно, и все, и вот так. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok